Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех участников, откликнувшихся на наше приглашение. Пять лет назад мы почти в таком же составе встречались вот в этом зале, проводили международную конференцию, когда исполнилось пять лет воссоединения Крыма с Россией, и материалы этой конференции вошли вот в эту книжку. И вот минуло пять лет мы снова возвращаемся к этой очень важной теме. В эти дни конференции «Круглые столы» проходят по всей России, это понятно. Мы тоже сегодня будем говорить о международном значении и о значении для нашей страны, для нашего общества воссоединения Крыма с Россией. Но, готовя этот «Круглый стол», мы решили подойти к теме немножко шире и поговорить вообще о месте Крыма в российской истории. Поэтому мы так и озаглавили наш «Круглый стол» – крымские страницы русской истории, древней истории, славной истории, которая продолжается и сегодня. И которая подтверждает, что такой замечательный регион, как Крым, был, есть и будет российским, замечательным российским регионом. Начинаем нашу работу. Просьба соблюдать, по крайней мере, стараться придерживаться регламента. Доклад у нас где-то порядка десяти минут, и выступление в дискуссии три-пять минут. И я с удовольствием предоставляю слово Георгию Львовичу Мурадову, заместителю председателя Совета Министров Республики Крым, постоянному представителю Республики Крым при президенте Российской Федерации, кандидату исторических наук, академику Российской Академии Естественных Наук, и непосредственному участнику, не просто свидетелю, а участнику вот тех прошлых замечательных событий. Прошу вас. Спасибо большое. Ну, сразу скажу, это небольшое преувеличение. Я участвовал в Москве в событиях. Это тоже очень важно. Не в Крыму. Я был заместителем председателя Россотрудничества Федерального Агентства. Отвечал за соотечественников за рубежом, поэтому, конечно, очень плотно занимался темой, но не формировал народное ополчение, не выходил на митинги, поэтому... Но, тем не менее, я хочу всех наших дорогих участников поздравить с сегодняшним днем, именно сегодняшним, потому что 21 марта 2014 года был подписан указ президента, который уже утвердил все принятые решения и на референдуме, и федеральным собранием всем Российской Федерации. Вот сегодня полноценно Крым стал неотъемлемой частью, снова стал, вернулся в состав Российской Федерации. Прежде всего, хочу отметить, что события Крымской весны, они, конечно, может быть тот момент, но это всегда так в истории, не оценивались как такие важные для всего мира. А сегодня мы можем говорить уже о международном, о мировом значении, потому что Крымская весна стала своего рода искрой, запустившей движение российского локомотива, сдвинувшего мир к справедливому, равноправному, мироустройству, к полицентричности. Я, с вашего позволения, буду именно этот термин использовать, потому что он более правильный, полицентричность мира, потому что многополюсности, как мне физики говорят, в том числе академики, не бывает. Она может моментально появиться в каком-то хаотическом состоянии, но потом опять исчезает, и есть двуполюсность, плюс и минус. И полюса всегда растягивают в противоположные стороны, они между собой, так сказать, конфронтационны. А полицентричность мира определяется тем, что гармонично могут наши цивилизационные центры сотрудничать и выстраивать мир на долгосрочной и равноправной основе. Ну, это терминологически, но поскольку у нас научная конференция или круглый стол, мы с терминов всегда и начинаем. Ну, вот и сами крымчане, как мне кажется, тогда, и я это чувствовал, действительно, мир сдвинули своей пассионарностью и решительностью, которую они проявили в тот период антиконституционного госпереворота в Киеве, ну и всех событий, я не буду их перечислять, они хорошо известны. Несколько оценок просто хотел бы дать. Вот сегодня президенту термин использует русская весна, а раньше крымская весна. Абсолютно это обосновано, потому что Крыму она тогда началась и была локальной. Сейчас соединением Донбасса и Северной Таврии, это Запорожье, Херсонщина, мы говорим уже о русской весне, и она имеет свое продолжение. Весна – это не однодневный период, это длительный период, который, я уверен, будет в истории России продолжаться. То есть, практически, мы начали движение к собиранию вновь нашей России и русского мира. Видимо, пришло время собирать камни, как говорят. Фактически, следуя формуле президента, Крым подтвердил свою роль тогда точки сборки русского мира. И вот этот процесс собирания исторических земель России, как я надеюсь, станет началом и восстановления всей нашей цивилизационной силы. Я имею в виду восточно-христианскую цивилизацию, которая под натиском Запада потеряла свое единство, потеряла свою силу. А это, ну, вне историзма находится. Все равно это будет восстанавливаться. Потому что цивилизационные центры имеют глубинные смыслы и глубинное значение. Не спорю, что именно на крымских форумах русского мира мы призывали в свое время, я вспоминаю об этом, к борьбе с такими формами, как неонацизм, неоколониализм или колониализм в новой форме, о чем мы сегодня говорим. Например, отношения США и Европы выстраиваются на этом, так сказать, по этой формуле. Хотелось бы очень, конечно, в эту систему части России повключать, особенно ресурсные. Но не получается у них это и не получится. Ну, цель такой борьбы, как объявлено, состоит, конечно, в том, чтобы добиться равноправных отношений в вопросах безопасности, прежде всего. Это в центре внимания у президента, в его целях специальной военной операции. Ну, я бы шире сказал, что нам необходимо добиваться и уважения к правам человека, к правам национальных меньшинств, которые сегодня вообще игнорируются, если они касаются русских, русскоязычных. Может быть, каких-то других прав они касаются, но наших нет. И в этой связи я могу еще об одном аспекте мирового значения говорить крымской весны. То, что Россия радикально пересмотрела свое отношение к работе с соотечественниками. за рубежом. Дело в том, что соотечественники за рубежом у нас страдали-то давно. Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Спасибо вам за то, что вы нас пригласили. Это еще одна комплементарная часть. Спасибо. И Россия ведь в отношении соотечественников вела себя на протяжении двух с половиной почти десятилетий очень скромно и скованно. Вспомните, ведь отношение к русским в Прибалтике, причем не только к русским, русским, русскоязычным. Я при этом имею в виду много народов, которые составляют наш русский мир многогранный, как говорили, многоликий, разнообразный. Но, тем не менее, даже экономические отношения мы с Прибалтикой не трогали. Более того, когда соотечественники нас просили, чтобы в структуры экономические, а там работали наши крупные корпорации, транспортные организации и прочее, чтобы мы их привлекали, включали, давали им возможность жить нормально. Ну, нет, вот не было такого стремления у наших экономических структур. Наоборот даже. Вот нам больше нравилось там с радикальными антироссийскими взаимодействовать. Сейчас это все пересмотрено. Сейчас, конечно, если грубо и массово нарушаются права российских соотечественников, Россия занимает позицию жесткую. Не во всем можно подступиться, конечно, к Прибалтам, которые сейчас стали странами НАТО. Но, я думаю, до этого все равно дело дойдет. Они ведь не остановятся, потому что у них неонацистский угар. Он постоянно присутствует и давно присутствовал. С первых маршей бывших нацистов по площадям и улицам Прибалтийских городов. При том, что в Латвии 35% русскоязычного населения, в Эстонии 28% – это очень большие массы людей. Так что, я думаю, что русская весна, крымская весна, она будет продолжаться в широком формате. Сегодня уже тоже стало понятно, что перед малоросами, украинцами, кто как называет, но я склоняюсь к более традиционной нашей старой формуле малоросы, стоит великая задача воссоединения своего разобщенного народа. Сегодня малоросы разобщенный народ, да? Они оторваны от большой части людей, которые живут в Новороссии, в Таврическом крае, да и в России в целом. Ведь у нас у украинцы вторая по численности национальная группа в России. И когда я еще до 2014 года ездил регулярно на форумы и в Киев, и в тот же Крым, и убеждал и говорил, что, друзья, мы вместе построили великую страну от Черного моря и Балтики до Тихого океана, и живете вы везде. А теперь, получается, вы уходите из собственного дома в каком-то непонятном опьянении, одурманивании, вас там повлекли какие-то эти, как там говорили, кружевные трусики, да? Помните, да? Но вы останетесь и без этих трусиков, и вообще, так сказать, просто разрушите свое государство. Потому что цивилизации, они должны быть единой семьей, жить в одном доме. Тем более в таком богатом, который мы создали. Еще тогда не знали, когда создавали. Но он оказался очень богатым. И поэтому это абсолютно, ну, не просто глупое поведение. Это купленные люди, поставленные во главе этого государства. Они проводят политику совсем не украинскую. Ну, и тем более не российскую, а антироссийскую. Поэтому, конечно, перед нами стоит вот теперь такая важная задача. Тоже международный итог Крымской весны и последовавшей за ней Русской весны. Что нам надо заниматься очень серьезно соединением, воссоединением малороссов и формированием той истории объективной, которая у них есть. А не с вычеркнутыми целыми, не просто страницами или главами, а целыми томами истории этого края малороссийского. Ну, грубо говоря, вот порабощенная мать городов русских, Киев, ждет освобождения. Я себе такой лозунг записал. Ну, при полном поражении киевского режима мы должны понимать, это мне вот говорят сейчас многочисленные наши зарубежные друзья-наблюдатели, которые сюда на выборы приехали, из разных стран, в том числе из тех, которые находятся на Западе, но это люди дружественные. Мы их к недружественным странам даже причислять не будем. Они говорят, что сегодня на Западе такая экзальтация, что они способны даже дело привести к ядерной войне. И, собственно, ведут к этому делу. И единственный выход, я говорю, выход в чем? Они говорят, единственный выход – это как можно быстрее, как можно решительнее нанести поражение киевскому режиму, устранить его. И тогда в НАТО начнется колоссальный кризис. Они сами начнут разваливаться. Наверное, в этом есть резоны абсолютно правильные. Мы даже с научной точки зрения должны проанализировать. Второе, что они мне говорили, я это себе помечаю такими зарубками существенными, это у нас недооценивается научная, идеологическая, информационная составляющая, или, скажем, фронт научно-информационный, идеологический. Есть, как они говорят, у нас в странах неподкупные ученые, политологи, журналисты, но для них нужна международная площадка, международный мозговой центр, потому что им негде работать, их отовсюду повыпихивали. А это не столь дорогостоящая задача, мы могли бы эту платформу сформировать, как мне кажется. Ну, вот я какие-то предложения стараюсь сделать, вы уж простите, да? В этой связи, с учетом накопленного в Крыму с 2014 года опыта, мы предлагаем рассмотреть возможность разработки с участием Республики Крым. Мы готовы в этом участвовать. Это не обязательное условие нашего участия, но готовы. Проекта, вот комплексный такой, решение этой комплексной задачи о создании международной площадки – это раз. И второе – о развитии или формировании некой программы реинтеграции украинского языка, украинской истории в общерусское культурное пространство. Вот эти две темы, на которых я хотел бы остановиться. Ну, может быть, вот в заключение еще скажу несколько таких выводов, если это интересно. Мы свой опыт, вы знаете, Наталья Алексеевна знает, Сергей Павлович, наверное, все знают. Мы формировали такие структуры, но в силу того, что не такие уж мы мощные, и республика еще только в процессе развития находится, такие как Международная ассоциация друзей Крыма. Но из нее, вот смотрите, движение русофилов костяком включило нашу ассоциацию, потому что друзья Крыма – это самые последовательные друзья России. Учредили вот Международную ассоциацию, Черноморская ассоциация международного сотрудничества, которая консолидировала и силы национальных общин, и общественных организаций Крыма. Ну вот, может быть, это пригодится как опыт для новых наших регионов, новых территорий. Мы с ними активнейшим образом работаем. Ну и вот за последние 10 лет, следуя за выбором крымчан, действительно, думаю, что следовать за этим выбором крымчан еще будут многие. И произошли, потому что произошли радикальные изменения в общественном сознании наших соотечественников и при формировании нового мироустройства, мы должны этот процесс выносить как завершенный в отношении российского, русского народа, в отношении главной опоры всей восточнохристианской цивилизации. Спасибо. Георгий Львович, дорогой, спасибо вам большое, что вы пришли. Я помню, что и в прошлый раз вы пришли не просто вот так формально по должности с дежурным каким-то приветствием, а именно выдали нам очень интересные болевые точки всего этого, то есть реальные проблемы. Это очень и очень важно. Те ваши предложения, которые я вот услышала, они настолько по своей концепции, по своей мировоззренческой сути настолько совпадают с нашими вот тоже планами и ощущениями, но для этого действительно нужны средства и какая-то воля. Если вы на уровне все-таки государственном не все можете делать, то что говорить о нашем фонде, и который ежегодно просто бьется за то, чтобы продолжить свое существование, хотя вроде бы по всем признакам мы востребованы, и нам благодарности, и мы делаем немало. То, что вы сказали, значит, об украинских политиках, мне напомнило, я сейчас готовлюсь к одной записи по Брестскому миру. Норман Стоун, британский историк, охарактеризовал украинскую делегацию на переговоры в Брест-Литовске как людей, которые, да, по-моему, выражение Флабера, которые готовы заплатить только, чтобы их купили. Очень остроумно, конечно, да. Кстати, это относится и ко всем вот таким испытывающим раздвоение сознания и яростно ненавидящим свое отрезанное второе естество, потому что братские отношения – это очень сложный, на самом деле, феномен, это и ревность, и отталкивание, и соперничество, и вот эта кайнова ревность к Кавелю, которая пронизала и галицизскую идеологию, она ведь иррациональна, по своей сути, их невозможно убедить в том, что с нами лучше, богаче, стабильнее, это не интересует. Спасибо вам огромное, мы готовы тоже всегда участвовать в ваших проектах. Ну что же, а сейчас мы тоже с огромной радостью, и это для нас честь, хотим пригласить выступить Сергея Павловича Карпова, нашего крупнейшего византолога, историка периода Гревного, и необычайно панорамно мыслящего, и тоже я помню, что как только случилось, вы же согласились сразу читать лекции, мы записывали их, а ведь не все тогда, знаете, как будут суть. Все, о чем говорит Георгий Львович, оно до сих пор есть, на всякий случай, а вдруг это не навсегда. Спасибо вам. Да, спасибо большое, Наталья Алексеевна, спасибо большое, дорогие коллеги, и за приглашение, и за то, что мы здесь все вместе. Я хотел бы обратить ваше внимание на те страницы, которые наименее известны в истории Крыма, и которые могут иметь большое значение для всей истории нашей страны. Поэтому я сегодня не буду говорить ни о мощах святого Климента, Папы Римского, который находится там, в Херсонесе, ни о Ольге Владимире, князе, о крещении, которое было принято там, в Херсонесе, и которое имело огромное судьбоносное значение для истории нашей Родины, ни о Кирилле и Мефодии, которые посещали Крым, и тем более ни о легенде о святом апостоле Андрея Первозванном, потому что это все является частью нашей национальной истории. И интересно, что вокруг всего этого формируется мощное паломническое движение в Крым. Не только туристическое, как было раньше, но и паломническое, но и движение, между прочим, и школьников, и учителей, которые сейчас очень заинтересованы в изучении всего этого. И там, в Крыму, создана огромная школа Сириуса, в том числе благодаря действиям и усилиям нашего президента, прежде всего, и владыке Иоанна, который вложил большие силы и труды во все это. Но я хотел бы остановиться немножко на другом. На периоде XIII-XV веков, потому что этот период, во-первых, менее изученный, во-вторых, он очень интересен для нашей истории, и, в-третьих, он очень перспективен для дальнейшей разработки. Почему? Потому что именно в это время, в начале XIII века, произошли на всей карте Европы кардинальные изменения. Во-первых, взятие Константинополя, что само по себе уже изменило траекторию развития и прервало те традиционные связи, которые были у нашего государства еще до монголо-татарского завоевания с православным миром. Это все стало сложнее. Но второй – это, конечно же, тот удар, который был нанесен тогда монголо-татарским завоеванием, и который надолго отдалил русские княжества от святынь Константинополя, от вообще православного мира. И, конечно, было очень трудно возвращаться. Но всегда это желание возвратиться сюда, в те места, которые были местами именно, я бы сказал, такими связывающими нас со всем средиземноморским миром. Это стремление всегда было. Потому что надо понимать, что в Крыму всегда была одна траектория. Это траектория общесредиземноморская. И все великие державы, которые имели свои владения на территории Крыма и Черноморья, они стремились создать форпосты на двух берегах и иметь эти связи между собой. Но вот это монголо-татарское завоевание разрушило ту субструктуру, которая была. И разрушило огромнейшее количество источников. То есть у нас нет документальных источников по истории Руси того времени. Есть источники летописные, есть отдельные документы, но нет архивов. Они погибли. И вот можно спросить, а можно ли каким-то образом хоть что-то из этого реконструировать? У нас есть две возможности. Одна, берстяные грамоты, это север. Другая возможность, это вот те нотариальные и финансовые источники, которые создавались на итальянских факториях при Черноморье на юге. Вот две возможности, через которые, как через определенный телескоп, мы можем посмотреть, а что же происходило и на Руси с экономической точки зрения, с политической точки зрения, как строилась эта система политических связей. И вот я хотел бы обратить внимание на несколько моментов. С чего начинается этот самый XIII век, тяжелейший для истории нашей страны? Он начинается с разгрома, он начинается с тяжелейших испытаний. Но вместе с тем, еще до этого центром, крупнейшим торговым центром в Крыму была Сугдея. Да, греческая Сугдея, где было поликонфессиональное население. И именно туда направился удар сельджуков. Представьте себе, сельджуки с южного берега Черного моря стремились захватить Сугдею, чтобы дальше уже вести свои операции торговые и политические, прежде всего. И вот тогда Сугдею обороняли вместе. Кто бы вы думали? Половцы и русский князь вместе. Сложился половецко-русский союз, который четко описан историком персидским Ибн-Биби. И там об этом сказано, и это очень интересная как бы преамбула. Преамбула к этому XIII веку. Затем татаро-монгольское завоевание, которое отдалило как бы вот все. И вместе с тем оно привело еще к одному последствию. Сначала беда, а потом совсем другое. Потом получается, что образуются Великие Империи. Ну, сначала одна Великая Империя, потом Улус-Джуче с одной стороны, и держава Ильханов на юге с другой стороны. Это огромные государства, которые обеспечили стабильность торговых связей. Потому что по торговым путям из Ургенча, через Стану, через Крым, Константинополю и дальше шли торговые пути. И привозились драгоценные товары, которые были нужны. С другой стороны, через Трапезунд, через Тебрис и дальше шли тоже дороги, которые приводили к Черноморским берегам. И Черное море стало тем центром, которым раньше было Средиземноморье Палестина и Сирия. То есть заместило это все. Эти торговые пути играли огромнейшее значение. И что сделали итальянцы? Они первыми устремились сюда. Они искали место, где же им обустроиться. Сначала венецианцы что-то попробовали, но не очень у них получилось. Сначала потом генуэзцы договор подписали, наверное, частного порядка с местными правителями, а потом с Великим Ханом. И выиграли возможность создать самую крупную, самую интересную факторию. Это Кафа, Феодосия, которая стала городом быстрорастущим, важнейшим, в то время как Херсонес был разгромлен и раздавлен. Поэтому фактически Херсонес оказался в это время в тени, тогда как Кафа начинала быстро возрождаться. И там было население очень разное. Вот поэтому те источники, которые, так сказать, происходят из Кафы, они позволяют нам видеть, как этот город растет, укрепляется и каким важным центром он становится. А насколько важным центром он был, говорит только один факт. Его население в XIV веке было больше, чем население Константинополя. Этот город кратно больше Москвы. И поэтому этот город, который имел огромное значение, был центром притяжения. И вот когда мы изучаем источники, мы видим там, что там было уже и русское население, не только рабское. О рабах мы особо поговорим. Но население и торговое, которое сюда приходило. И чем ближе к XV веку, тем больше растет количество этого торгового населения. И, конечно, религиозный центр был, само собой. Потому что в Кафе, Кафа была поликонфессиональным центром. Там растет греческое население, оно всегда там было. Там растет армянское население. После тех ударов, которые пришлись по Великой Армении, и армяне переселяются массово в Крым. Их там было очень много. Они создали свою церковь, они создали свою общину. И были очень открыты к диалогу с другими народностями, которые там были. То есть это был мощнейший поликонфессиональный центр. И постепенно и русское население туда приходит. Оно занимает там свое положение. В православном приходе вместе с греками. Но, тем не менее, это уже там обозначено. И чем дальше, тем больше. При Иване III это становится уже доминантой. И поэтому отношения с Ордой, отношения с крымским ханством после Орды, это были отношения и вражды, и сотрудничества одновременно. Они все время как бы перемежались. Но, тем не менее, это был фурункул. Потому что этот фурункул, который представлял большущую угрозу. И в XV веке, и в XIV веке неоднократно походы татарские, они разрушали ту самую субструктуру, которая была создана до этого. И количество русских рабов увеличивается, набеги увеличиваются с конца XIV столетия особенно. Поэтому здесь сложная была очень ситуация. Но вот именно источники, которые там есть, позволяют нам увидеть как бы панорамно всю эту картину. Почему? И откуда эти источники? Потому что там составлялись счетные книги. Эти счетные книги составлялись в двух экземплярах. Один оставался в кафе, другой отвозился в Гену для проверки. Там составлялись нотариальные акты, которые составлялись на месте в кафе, в Трапезунде, в Тане, в других городах. А потом они отвозились туда, в Венецию или в Гену. И эти документы сохранились. То, что было в первой копии и составлялось в той же кафе, погибло. А то, что отвозилось для проверки, осталось. Мы эти документы имеем. Они исключительно сложные. Они сложные по письму. Они сложные по языку. Это латинский язык. Палеография довольно сложная, которая меняется от источника к источнику. Но там практически вся история Крыма дана. Там любая трата на каждую копейку отражена. И вот история того, что якобы итальянцы участвовали в Куликовской битве, абсолютно опровергается массориями кафой. Никаких там итальянцев не было. Их вообще в кафе было не так много воинок. И надо сказать, что в книгах массории отражены каждая копейка трат. И в это время как раз шла война между Венецией и Генуей. Они все были в этом зацитлены. Но следствием было другое. Если раньше отношение между Ордой и Русью было тяжелым, это были даннические отношения, тяжелые отношения, но все-таки платили и были спокойны. А сейчас произошло другое. Фактически Орда начинает разваливаться. Оно начинает разваливаться с конца XIV века, середины даже. И вот с середины XIV века, когда оно начинает разваливаться, вместо вот этих стабильных отношений начинаются массовые набеги, непроизвольные. И эти массовые непроизвольные набеги приводят к тому, что большее количество рабов выводится сюда, на Крымские берега. Торгуют через кафу. Кафа является здесь важнейшим центром этой торговли. Поэтому не только пушнина, не только строительный лес, не только пенька, не только многое другое проходит через кафу, но и большое количество рабов. Если рабы до Поля Куликова были русские рабы, славянские рабы, между прочим, разницы нет. Никак-никак здесь украинский фактор не отмечается. Они все были... Слова такого не было. Русы и русы. И, так сказать, это одинаково абсолютно было. Так вот, если раньше их было 2, 3, 4, 5 процентов, то после Куликовской битвы, после Тахтамыша, их стало 10-20 процентов, намного больше. Это рост такой происходит. Кто это остановил? Это остановил Иван III, создавая засечную черту, создавая вот эту систему оборонительную. И потом, конечно, Иван IV тоже обращал на это и очень большое внимание этому уделял. То есть, видите, какие интересные вещи получаются, когда мы изучаем эти источники внутри. И, конечно же, для того, чтобы это делать, мы создали лабораторию. Лабораторию благодаря гранту, которому выиграли правительство России, мегагранту. Лаборатория в Севастополе, в Севастопольском университете, которая охватывает не только Севастополь, но и весь Крым. Потому что наша цель не только Севастополь, наша цель изучения истории всего Крыма. И здесь, конечно, очень-очень большое значение имеет комплексный такой анализ. Почему? Потому что людей местных надо учить многому. Надо учить языкам, надо учить полиографии, надо учить древним языкам, надо археологов как бы сомкнуть с историками. И вот тогда, когда мы видим вместе археологические памятники, которые сейчас в большом количестве открыты благодаря строительству Тавриды сначала, благодаря другим знаменитым работам, там и Эрмитажной экспедиции, других экспедиций, местных экспедиций, развитию музея, который там есть, и, конечно, вот работам севастопольских археологов университета Севастопольского. Всё это показывает очень многие и давние сильные взаимосвязи, которые были между нашими государствами. И устремление. Вот этот момент политической воли, устремление России на юг, которое всегда было. И это устремление как раз тогда проявляется чётко и ясно. В XV веке, позже. И, конечно, между прочим, главным как бы таким инициатором всего этого было паломническое движение. Потому что паломническое движение, конечно, шло сюда, через Тану и через Кафу, дальше в Константинополь, дальше в Святую Землю, это всё имело большое значение. Но я обратил бы внимание ещё и на другое, что не только для христианского населения Крым имел такое сакральное, огромное значение, но и для мусульман тоже. Потому что мусульманские теологи сюда приезжали, они работали здесь, они известны и в Салхате, и в Эске-Крыме, и в других городах. Вот к ним было довольно терпимое отношение и католических властей, и генуэзских факторий. Но, во всяком случае, это очень важный центр. Я уже не говорю об армянской диаспоре, которая всегда проявляла очень большой интерес. Там созданы очень интересные рукописи с надписями, как говорится, на армянском языке, которые позволяют тоже увидеть очень многие интересные черты всей этой действительности. Поэтому, я думаю, что нам надо изучать всю эту историю в комплексе. И прекрасно понимать, что изучая её в комплексе, мы видим, как встраивался медленно, постепенно, но абсолютно уверенно Крым в систему российской государственности, Крым в систему наших интересов, Крым в систему средиземноморских связей. Потому что, если Пётр открыл сначала форточку, потом окно в Европу через Балтику, то Екатерина II распахнула её на запад через Чёрное море. И Чёрное море стало для России важнейшим центром. И Крым здесь играл абсолютным форпостом. Важнейшим. И когда в своё время, я уже перехожу к другой теме, в своё время, когда сопровождал Екатерину австрийский император в её путешествии в Крым, Франц, то он сказал, «О, государыня, теперь в вашей короне самый драгоценный камень, потому что вы царица Херсонеса Таврического. А раз вы царица Херсонеса Таврического, вы имеете право на византийское наследие». И не даром она называла своего сына Константином, желая здесь восстановить это государство. Это был шаг российской державности. И дело не в том, что восстанавливать Византию или что-то другое делать, а дело в том, что это было понятие державности. И это понятие державности с её международным значением, общепризнанным значением, играло огромную роль. После Екатерины никто не смел оспаривать императорского титула российских государей. Это было при Екатерине. И, конечно, поэтому и памятники ей, Потёмкину, должны быть там, и значение её эпохи должно быть изучено очень внимательно. И есть очень разные, очень хорошие источники для этого, в том числе даже медальерные, которые показывают, как в медальерном искусстве чеканились, разные этапы как раз этой истории. И присоединение Крыма, и строительство городов, и переселение людей, и многое-многое другое. Это замечательные, совершенно памятники. Ну, поэтому я не буду долго говорить, просто таких возможностей нет, но хотел бы сказать, что создание той лаборатории, которую мы сделали, рассчитано на комплексное изучение истории и Севастополя, и Крыма. Хотел бы ещё обратить внимание, что важнейшее значение, когда был удар нанесён по Херсонесу, начинает играть балаклава, которую называли тогда Чембало. Чембало от византийского символон. И слово Чембало по-итальянски обозначает лира. И тут двойное как бы значение. Во-первых, это огромная бухта, очень похожая на лиру. А во-вторых, это вот тот самый символ, который был унаследован от Херсонеса. То есть те центры знаменитые, которые были в самом Херсонесе, они немножко перемещаются туда. Поэтому, изучая Херсонес, мы должны в не меньшей степени изучать и балаклаву, и Чембало, тем более, что есть такие возможности. Словом, есть перспективы, нужны ресурсы, и главное, что нужно, нужно фактически провести серьёзные, большие работы по реставрации и по туристической оккультурации, я бы сказал так, некоторых городов Крыма. У нас всё замечательно с Судаком. Судак все знают, все видят, прекрасная крепость, всё чудно. Правда, не те Кремольеры, но это уже деталь. Вот. А если говорить о Феодосии, о Кафе, город больше Константинополя. Город, имеющий совершенно замечательные фортификации, который имеет ну просто фантастические условия для того, чтобы всё это представить. Там надо на карантине сделать раскопки, как полагается, там есть военные у нас, но тем не менее, я думаю, что можно их подвинуть, как мы их в Херсонесе подвинули. Немножко не так уж, там много всего важного. Вот. И я думаю, что надо сделать и Феодосию, и Керчь местами такого же паломничества, такого же туристического интереса, как и Херсонес. Вместе. Потому что, конечно же, Херсонес – это наша святыня, а Кафа – это наша гордость. Поэтому, поэтому, и тем более, и боль, тем более, что это связано ещё и с феодосийской операцией знаменитой, это связано, это связано с событиями Великой Отечественной войны, абсолютно героической, потому что и Керчь, и Феодосия – это фантастика просто, что там, что там, что там было, какой героизм там был проявлен. Вот поэтому, конечно же, это надо всё делать вместе. И думаю, что если мы пойдём по этому пути, то мы достигнем каких-то результатов положительных. Во слава Отечеству! Спасибо. Спасибо большое. Вдохновляет Ваша речь. И я думаю, что нам, пусть это медленный процесс, но нам это удастся, в Крыму появился ядерный реактор энергии. Вот мои друзья знают, кого я имею в виду. Это наш давний наставник, советчик, так сказать, и всё. И я думаю, что там, где он появляется, там просто вот такой впечатляющий климат меняется на Псковщине и становится тёплым и так далее. Митрополит Тихонов. Вот. Я уж так... Вы когда о Рабах говорили, я вспомнила, что Франческо Петрарко в письме дожил, по-моему, Гену, он писал, что надоели скифские морды, наводнившие родной город. Он имел в виду славянских рабов. И поэтому нужно обязательно не запаздывать смщением, неразумным гречишкам своих, значит, ложной вере. Вот. А что касается вот державности, это замечательная ваша мысль. Вот я как-то давно сделала вывод, что борьба за выходы к морю и обеспеченность их во всем стратегическом плане была чуть ли не содержанием мировой политики до окончательного формирования политико-географического облика мира. Ну, как мы видим, не окончательного, потому что тектонические такие разрушения, которые были и в революции, а потом в 91-м году с утратой Крыма, они же привели... Вот всё, что... Отголоски утраты нами временной, к счастью, Крыма в 91-м году, это всё, что происходит в Северной Африке, разрушение Ливии, взорван Ближний Восток, Ирак. Всё, всё, всё это, потому что начали ломаться прежние конфигурации в регионе биполярного мира. Вот. И только те державы, которые имеют таковые выходы к морю, военно-стратегически обеспеченные, они и именуются державами, а остальные это просто сильное государство. Так, сейчас я хочу предоставить слово тоже нашему давнему другу, наставнику, соратнику Армену Гарниковичу Аганесяну, главному редактору журнала «Международная жизнь», с которым мы издавали какие-то, помните, аналитические записки, чего только не делалось вместе, где мы только... В общем, сегодня, мне кажется, такой вот день, когда бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубили сяны, пусть битвы мировоззренческие, научные, но всё. Армен Гарникович, сейчас мы обладаем возможностью в этом престижнейшем журнале академическом, одновременно вакском, вот результаты наших исследований, и я этому журналу вообще очень благодарна, потому что в те годы, когда я считалась таким, значит, ну, почти маргиналом, интеллектуалом, вот международная жизнь печатала меня и мои статьи о Гойзеровской внешней политике вот в те годы, когда я просто после каждой статьи думала, ну, Пядышева снимут из-за меня, ну, а он мне в следующем номере давал приз за лучшую статью года, вот, и поэтому этот журнал продолжает, и сейчас настолько вот он придал какой-то новый импульс, проводит потрясающие конференции, уже связанные вот с тем, что очень сейчас важно, это исследование не просто проблем, а как они отражаются в общественном сознании, а это для современной политтехнологии и политики необычайно важно, мы живем в индустрибационном обществе, одно дело, что вы думаете, а как воспринимается это для этого, стык социологии и прочего, Армен Гарнюч, подписываюсь под всем, кроме одного, никогда маргиналом Наталья Алексеевна не была и не будет, это было так самоочижительно, но я хочу внести ни в какие периоды своей деятельности, кстати, аналитические записки, когда мы делали, это было у нас 90-е годы, это мы делали в Голосе России с вами, в международной жизни, тогда это было, я хочу начать с цитаты о Крымской войне, которая принадлежит Алексису Трубецкому, князю, родился в эмиграции, в Париже и стал профессором истории в Канаде, вот тогда, в то время, наверное, только он мог написать такие строчки, хотя в них нет ничего такого исторического нового для нас, о Крымской войне написано немало, но она по-прежнему остается для нас неизвестной войной, боевые действия велись не только в Крыму, они разворачивались на Кавказе, при Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Белом, Баренцевых морях, кстати, на Азовском здесь можно добавить, конечно же, и даже в Петропавловске, Камчатском, осажденном англо-французской эскадрой, по сути, это была мировая война, в которой Россия в одиночку противостояла коалиция Великобритании, Франции, Османской империи и поддерживающей их Австро-Венгрии. И если мы посмотрим, кого же были стратегические цели, то, наверное, лучше документа, чем меморандум Пальмерстона, с которым он обратился, не с Каудиев, вроде-то всему привыкших членов кабинета британского, кстати, ровно 170 лет назад, это был март 1854 года, и вот Пальмерстон заявил, причем этот план он назвал идеальный план войны. И вот контуры, которые он обозначил стратегически этой войны, совсем, конечно, не региональные, это контуры глобальной войны, и не только по географическому охвату, но и по подставленным целям, конечно. Но вот помимо того, что мы уже знаем, да, и процитировал я вам князя Трубецкого, по замыслу британского кабинета войну должны были втянуты Швеция, которые возвращались в Финляндии, и Оландские отправы, а прибалтийские земли отторгались от России и переходили по Руссии. Заметьте, даже хотя в то время с Пруссией теплых отношений в Англии в общем не было. Грузия и Крым передавались Турции, Валахия, Молдавия, Бессарабия и Устье и это еще не все. В Лондоне не забыли про старые вределения так скажем Польши относительно Украины и Белоруссии. Нужно было создать бусерное государство, отдаляющее, отбрасывающееся в Москве возвращающаяся Россия, отбрасывающаяся от Марии, как раз то, о чем говорил Наталья Алексеевна. Ну и то есть прижималась Россия к Уральскому хребту. Вот масштабный был передел, масштабный передел, по сути дела закрывающий выходы к морям России. Вот интересно, что накануне этих всех событий Николай I посылает в Персию миссию, в которую входят военные офицеры, инженеры, переводчики, кстати, переводчики, владевшие индийским языком, и это вызывает ну такой ярости, я бы сказал, в Лондоне, очень большую беспокойность, они получают разведыватель на депешу об этой миссии. Накануне персы предлагали заключить антитурецкий договор России, и вот Ниссель Рода докладывает Николаю I, потому что Англия ну просто бурлит в ее элитах, конечно, по поводу того, что Россия планирует через Персию выйти к Индии. Но вот интересно, что хорошо информированный военный дипломат Барон Торнау свидетельствует в своих записках очень интересных, потому что мы в архивах не можем найти объяснение, почему все-таки была отозвана миссия, мы можем предполагать, Николай I не хотел обострения с Великобританией. Но в архивах этого нет, зато есть свидетельство Торнау, который писал, в отношении Индии стратегические цели Николая I, несмотря на все его разочарования в политике Лондона, остались прежними. Он неизменно отклонял или оставлял без внимания проекты не только завоевания, но даже ослабления власти англичан на полуострове Индостан. Конец цитаты из него. И царь, несмотря на пройдет великих держав, он оставался верен той формуле, которую он придерживал. В любой кризисной ситуации, он говорил, мы будем все делать вместе с Великобританией и Францией. Кстати, он до конца надеялся, что Лондон как раз его поддержит в конфронтации с портой. Для него это была неожиданность позиции Лондона. Он даже предпринял беспрецедентный шаг, отправил специальную ноту, она хранится в Министерстве иностранных дел. Они с Несародом поговорили, давайте пошлем такую ноту и прямо скажем, ну не интересует нас Индия. Вообще не очень принято это в дипломатике, как вы знаете. Кстати, удивительно, но об этой телеграмме, вообще о всей этой замятни вокруг накануне войны крымской, вокруг вот этой опасений, что мы пойдем в Индии, Англии, попытка снять эти опасения, пишет Литвинов в конце войны Сталин. Подробно цитирую, видимо, он хотел предупредить Сталина, какие они, так сказать, подозрительные и упорные, упертые в своих подозрениях, что с ними нелегко будет вести дипломатию. Телеграмма это, то есть не телеграмма, а записка Молотом Сталину, она была посвящена тем, а что, как выстраивать отношения с Великобританией после войны. Вот интересно, совсем недавно был опубликован памятный вам, наверное, деятель Дэвид Оуэн и Борис, который был министром основных дел в конец 70-х годов, это да, и вот два столетия спустя он пишет, а что привело к столкновению Британии и России во время Крымской войны? Не породила ли навязчивая идея Британии удержать Россию от движения к Индии так называемую большую игру и искаженную картину на мире нерусских? Сранная болезнь навязчивая идея приветствующая к стольким трагедиям и страданиям. Кстати, кого он условит прислушаться? Он психиатр, книжка такая, да он даже книжку такую написал, «История болезни недуги мировых лидеров». Вот, так что да, условит прислушаться. Ну и вот очень важный аспект, который выпадал из советской историографии совсем, и западный, особенно если мы говорим о британской, во французской это немного не так, на это обращалось внимание, это проблема нашего протектората, нашего покровительства святыням в Палестине. Вот без этого мы с вами не поймем, вообще с каким чувством выходил солдат на поле. Он говорил, война за ясли господней. Для него это была священная война. Он ее сравнивал с войной 12-го года, и не только он. И для него это была действительно священная война. Ведь накануне турки передали ключи от гроба Господня. Кстати, за яслим, то есть за рождественским храмом такая же судеба и ждала и гроб Господня. Ключи уже демонстративно передали французскому посланнику турки. Но Николай I, которого называли последний рыцарь Европы, потому что он очень защищал и христианство и был очень последовательным в соблюдении своих союзнических отношений и прочее, договорных. Но он, конечно, этого терпеть не мог. Стало оказывать давление. Франция и порты уже отступили. И тут мешались англичане. Ну, как всегда. Они стали подзуживать, они стали подливать масло в огонь. В итоге Николай I остался непреклонен в отношении протектората над палестинскими святыми местами. И этот в такой клубок превратился, что Николай I, конечно, уже не мог отступать не только по геополитическим собраниям. Не только. Но, кстати, это признает тот же ООН. То, как понималась эта цитата сторонами сама идея защиты христианских меньшин в турецких владениях, было главным нервом событий, приведших к русской войне. Вот смотрите, если советская историография старательно обходила этот факт, то наша русская историография зачем поворачиваться спиной к этим фактам? Я думаю, о них надо больше говорить. Это действительно был важнейший фактор. Но, кстати, благодаря итогам Крымской войны, мы должны быть благодарны, что там на святых местах совершаются православные литургии, а не католические мессы, во-первых. А во-вторых, эти все места были закрыты для археологов, ученых. И для паломников. Очень многие связаны с жизнью Христа. А для ученых вообще ничего не копать, ничего не исследовать. После Крымской войны Турция снимает эти запреты и туда хлынула разные экспедиции западные и наши, русские, английские, немецкие тоже. То есть, святые места были открыты для исторического исследования, археологического исследования. Ну, вот, подводя итог всему этому. Смотрите, это очень важно. Давайте сопоставим стратегические цели, что было достигнуто. Противник захватил не Крым, а Савастополь. И тут только часть. Давайте не будем забывать, что мы очень, кстати, организованно отошли по замечательному фантонному мосту, который тот, любят, сделал. Это вообще перешли на северную сторону. С артиллерией 25 тысяч, с ранеными, с ранеными, с организованными. И что интересно, ведь не смогли союзники развить успех, потому что у них не хватало сил. Горчаков с 50 тысяч, местом на высотах, недалеко, и они боялись идти дальше. Во-первых, на северной части еще оставались войска, и они никуда не двигались дальше. Поэтому, если мы говорим, что пал Севастополь, как писала пресса, понятное дело, английская, французская, отошли на северную сторону и говорить о том, что Севастополь пал, как трое, сравнение с трое, здесь некорректно. Это первое. Давайте посмотрим на потери. Значит, потери 100 тысяч погибших французов, 23 тысячи англичан, и около 70 тысяч турок. Еще итальянцы. Ну, итальянцы, да, Сординия, да. Здесь у меня нет этих цифр. Ну, значит, еще больше. Русских 100-110 тысяч по разному оценку. То есть, почти два раза, два раза, по сути, дело меньше. Ну, можно, как это в старом анекдоте, но проиграли войну информационную, как помните, в Берлине танкисты, потому что пресса подавала, конечно же, европейская пресса подавала это как великую победу. И, кстати, это влияло и на позицию России дипломатическую в Париже. Но, тем не менее, мы отказались от протектората над Сербией, Валахией и Молдавией. Уступала в состав Молдавии и России Южную Бессарабию. Запрещалось иметь военный флот, но не только нам и Товкам тоже. Кстати, вот на эту тему очень быстро Горчаков все это динансировал. Уже в начале 70-х он снял этот запрет. И он, может быть, в чем-то даже был полезен, потому что парусный флот погиб. А уже новый флот, который создавался, это уже был другого поколения флот, пароходный флот. И, кстати, большую роль в таком морских коммуникациях и использовании разведки послужило то, о чем говорилось в важности паломничества. в Одессе создается специальное пароходство паломников прямо после Крымской войны. И он осуществляет поездки по святым местам в Палестину. Таким образом, да, что дальше? Да, не надо забывать, что у нас еще в Николаеве был флот в Херсоне в небольшом количестве. Турки получили, да, англичане и французы возвращали занятую имя часть Севастополя и в Паторе Керчь. Турки за это получили назад Карс и БСЗ. Но о прежних планах урезать Россию, урезать Россию, извините, очленить от нее за Кавкази, Кавказ, Крым, Польшу, Украину и Литву никто больше даже и не заикался. А ведь это основное было. И правильно задают вопросы некоторые историки вот сейчас. А можно ли называть тогда эту войну проигранной? Ведь смотрите, что получилось. Я процитирую вам высказание одной замечательной женщины. Да, ну, во-первых, я процитирую дипломата барона де Буркне, которого, кстати, Наталья Алексеевна часто тоже цитирует, который при подписании мирного договора с Россией сказал, никак нельзя сообразить, ознакомившись с этим документом, кто же тут победитель, а кто победен. А вот слова, так сказать, с каждым членом палаты, причем консерватором, значит, господин Бульвер Литон, 28 апреля 1856 года. После того, как российским восткам удалось выбить турок из Карса, мы взяли в плен руководителя турецкой обороны, полковника Уильямса. Ну, вот цитата. «Русская звезда на востоке затмила английскую. Потеря Севастополя для русских не так страшна, но на самом деле ее не было. Как потеря Карса для англичан, это, собственно, навсегда останется темным пятно в их истории. Пленение Уильямса, естественно, будет истолковано народами Азии однозначно, как победа России над Англией». Ну, и совсем в заключении хочу процитировать Веру Николаевну Третьякову. Она в 17-м, в 70-м году поехала к Фрэм. И, ну, это та самая Третьякова, супруга известного нашего коллекционера, создателя Третьяковской галереи. И вот она путешествует по Крыму. Что же она пишет? «При таких ничтожных укреплениях Макмаган взял Малахов в Курган. Наши войска сохранили свою честь, не дав себя взять в плен. Как поступили в настоящую войну Наполеон Третий и тот же Макмаган сдав 80-тысячную, по некоторым данным 100-тысячную, кстати, армию на руки неприятия русакам. Образованная была женщина и как геополитически мыслила. Проглядели в общем один из таких факторов того, что это никакая не победа была поражение, что Франция проглядела и Англия усиление Германии, как Деголь говорил после всех этих франкопрусских. Нам осталось только глаза, чтобы плакать. И так нам надо в историографии нашей, я вот не профессиональный историк, вот здесь академики, доктора наук, надо посмотреть вот новые учебники, но пора пересматривать историографию Крымской войны, это вовсе не было так однозначно, как ее все время говорили и наши либералы, кстати, так же, как и зарубежные, то это было поражением. Это не было поражением. Спасибо большое, это очень интересно. Кстати, вы правильно говорили о том, как Англия там повела себя, да, после Ункяр-Искелесийского договора между Россией и Турцией 1833 год, когда две черноморские державы, тогда две их было, без войны, это редкий случай в отношении с Турцией, договорились о каком-то совместном режиме, Англия и Франция, находящиеся в тысячах миль от этих мест, не признали. Им, на мой взгляд, началось движение неизбежное к Крымской войне, чтобы предотвратить дальнейшее укрепление и становление России на Черном море. И именно с этого времени вот это становится объектом самого пристального внимания Англии, которое требует всегда любые переговоры, любые в Средиземноморско-Черноморском районе не должны быть без ее участия. Хотя ни один фунт британских товаров тогда, по-моему, через проливы не проходил. И цели Англии в этом как раз хорошо проясняет борьба князя нашего графа Орлова на потом Парижской конференции, потому что британская делегация требовала, чтобы граница России проходила севернее Терека, чтобы весь Кавказ показали, и они во время же этой войны Шамилеу помогали. Как только дело Шамиля уже закатилось, они его сразу начали называть варваром, а до этого это был великий, так сказать, повстанец, как потом помните чеченская эпопея, и британский парламент не хотел ратифицировать Парижский договор, потому что считаю, что Англия не добилась главных целей вытеснения России вообще из региона. Хотя сказать, что это все-таки была такая страница, она, конечно, славная, не случайно она стала опорным пунктом национального сознания севастопольской обороны. И вы совершенно правы, подметив, что в сознании солдат, которые рыдали, когда вообще это закончилось, это была святая священная земля, священная война. Дорогие мои, сейчас я хочу предоставить слово, вот, мне подсказали Владимиру Николаевичу Рудакову, главному редактору научно-популярного журнала «Историк». Мы очень рады, что вы сейчас с нами и часто видим ваши интересные очень комментарии к историческим событиям. Пожалуйста. Дело в том, что время такое, что сейчас все люди заняты и должны убегать, в том числе и я через 20 минут должна отъехать. мне поменяли время записи для фильма на 2 часа вместо этого 5 вечера и ничего не поделаешь. Прошу простить, коллеги дорогие, к сожалению, должен отклониться. Да, и Дорогий Львович, спасибо вам, это была большая для нас честь, что вы пришли. Все добро, соберем материалы и будет у нас великолепный сборник. Уважаемая Наталья Алексеевна, уважаемые коллеги, я, прежде чем рассказать то, с чем я сюда пришел, я хотел бы все-таки ответиться на то, что говорил Армен Гарникович и поддержать вот эту мысль о том, что, конечно, история Крымской войны нуждается в очень серьезном пересмотре, потому что, конечно, во многом история второй полны XIX века писалась в России, ну, в русской такой либеральной историографии, конечно, отсюда и термин «великие реформы», он порожден этим концептуальным взглядом, но и, естественно, отсюда и взгляд на Крымскую войну как некий источник преобразования, как некое проигранное действие, которое подтолкнуло, мотивировало фактически вот эти вещи. И я отреагировать хотел даже не своими словами на то, что вы говорили, а мне кажется очень важное и незамеченное, насколько я могу судить, высказание Сергея Михайловича Соловьева, который уже на закате своих дней написал, на мой взгляд, очень интересный источник, документ фактически эпохи «Мои записки для детей моих» и, если можно, для других в 1777 году он написал, где он дал очень, на мой взгляд, непривычную для нашего такого традиционного прочтения версию финала Крымской войны. Сергей Михайлович Соловьев, кстати говоря, полагал, что все-таки война была проиграна и он писал о том, что со времен прута русские государи, то есть со времен вот этого прутского поражения, прутского похода Петра, они заключали такого постыдного мира, но Соловьев при этом полагал, что само решение о заключении мира и, как он полагал на постыдных условиях, было продиктовано достаточно слабой позиции Александра Второго и его окружения. И вот я несколько слов произнесу этих. При восшествии Александра Второго на престол внешние дела были вовсе не в таком отчаянном положении, чтобы энергическому государю нельзя было выйти из войны с сохранением достоинства и существующих выгод. Внутри не было изнеможения, крайней нужды, новый государь, которого все хотели любить как нового, обратясь к этой любви и патриотизму, непременно вызвал во громадные силы. Война была тяжка для союзников, они жаждали ее прекращения, решительный тон русского государя, намерение продолжать войну до честного мира, непременно заставили бы их попятиться назад. Но для этого, кроме широты взгляда, необходима была смелость, способность к почину дела, энергия. Их недоставало у нового императора. И последнее. Его окружали те же люди, с которыми и Николай из лорного страха воевать с целой Европой стал пятиться назад и этим навязал себе на шею коалицию. И теперь раздавались одни возгласы. Мир, 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 во что бы то ни стало. И мир был заключен после падения Севастополя. И дальше совершенно удивительная вещь. Соловь пишет, тогда как Севастополь играл ту именно роль, какую играла Москва в 1812 году. То есть, начало. Тут-то после этой жертвы и надо было объявить, что война не оканчивается, а только начинается, чтобы именно заставить союзников ее кончить. Короче говоря, это я не к тому, что Соловьев это истинно в последней инстанции. Он все-таки но он очень умеренный либерал, очень умеренный либерал и западник такой еще умеренный. При этом человек все-таки осведомленный в хуже достаточно высокие кабинеты власти. Но я не к тому, что Соловьев в данном случае истинно в последней инстанции, но он осведомленный современник, который имеет взгляд, с которым мы очень мало знакомы. У нас обычно вот Севастополь, и потом уже царизму делать было нечего, он пошел на подписание того, что он подписал. На самом деле, я так понимаю, эта история все-таки гораздо более сложная. И я вот еще раз хочу сказать, что я очень приветствую то, что Армен Гарникович сказал. Эти вещи нуждаются в более глубоком осмыслении. И второе, что мне кажется, важно из этого опыта извлечь, конечно, ощущения общественные и политических кругов по поводу тех или иных военных событий, они всегда имеют колоссальное влияние на сами эти события. Ощущение окружения Александра Второго, что война проиграна, конечно, добавило гирьки на весы той коалиции, с которой Россия столкнулась. Вот мне кажется, вот этот момент нужно, конечно, так или иначе отразить в тех размышлениях о Крымской войне, которые, мне кажется, еще только предстоят. А теперь я хотел бы сказать два слова, собственно говоря, по своей тематике, по поводу научно-популярной истории Крыма. Вы знаете, три тезиса я хотел бы озвучить, прежде всего. Первый тезис заключается в том, что, конечно, Крымская весна, помимо всех масштабных, геополитических, внутриполитических и прочих разворотов, создала еще один новый интересный феномен. Она породила совершенно удивительный интерес к российской истории и вообще к истории мировой, мировой политики, по крайней мере. Но вот на моей памяти такой же интерес был в начале перестроечных лет, когда все стали интересоваться историей, и любая историческая публикация, любого пошиба и качества, она сразу уходила в массы. А чем тот интерес к истории, мы знаем, у него были разные, значит, выходы, входы и выходы. С одной стороны, архивная революция, с другой стороны, неспровержение всяких разных кумиров, реальных и ложных. Но современная интерес к истории, мне кажется, очевиден, и то, что те события, которые разворачиваются на наших глазах, я имею в виду события, связанные со специальной военной операцией, со смыслением феномена Новороссии, мне кажется, это очень важный такой импульс для дальнейшего интереса к обществу, к истории. В этом смысле журнал «Историк» себя считает порождением «Крымской весны», потому что мы были созданы в январе, вышли с первым номером в январе 2015 года, и тот интерес, неожиданный для нас интерес со стороны читателей, мы связываем не с какими-то нашими колоссальными успехами, а именно с тем, что люди ищут ответы на очень серьезные сегодняшние вопросы в нашей российской истории. Вторая мысль моя связана с тем, что, конечно, значение популяризации истории огромное, и именно научная, научно-популярная история сейчас имеет большое значение. Я журнал «Историк» возглавляю девять с лишним лет, а учителем в школе я работаю с сентября 1995 года, и работаю в старшей школе, и для меня это, ну, я вроде уже к этому должен был привыкнуть, но я до сих пор к этому не могу привыкнуть, потому что для меня это откровение. Вот когда ты изучаешь со с одиннадцатоклассниками новейшую историю России, я даже не говорю 91-й год, и даже не говорю 90-е годы и нулевые, а уже прокрутилась эта шестеренка, и поэтому, если ты с ними обсуждаешь события на Майдане в 2014 году, это для них уже давно древность примерно тетливее где-то, потому что им десять лет назад было семь лет, они вообще, шесть-семь лет, они вообще этим интересовались, это абсолютно та была раса, абсолютно. То же самое касается, естественно, событий Крымской весны, а уж предшествующий период, это, ну, они не знают этого. В этом смысле, вот школьный опыт меня подталкивает к тому, что, конечно, все эти моменты должны проговариваться на регулярной основе, и то, что мы и в пятилетии Крымской весны эти вещи вспоминаем, и то, что мы сейчас эти вещи вспоминаем, это имеет значение не только какой-то мемориализации такого-то абстрактного, академического, но это имеет еще очень серьезное научно-популярное значение, потому что за это время вырастает целое поколение людей, которые, если они не получат эту информацию в школьные годы, в студенческие годы, они дальше в жизнь, на самом деле не в жизнь они уйдут, они уйдут в интернет, где им предложат совершенно альтернативную точку зрения, скорее всего. Так вот, они уйдут в жизнь свою, так сказать, ну, как минимум, с пустым багажом. Третья мысль, конечно, моя заключается в том, что сам Крым по себе, я вот перехожу к тому, что мы сделали к этому юбилею, Крым, конечно, уникальный регион, и Сергей Павлович об этом много говорил, и совершенно справедливо. Мне, конечно, бы хотелось, что когда-нибудь мы смогли подробнейшим образом изучать историю каждого региона. Ничего не могу сказать. Крым – компактная территория, полуостров, история от античности до наших дней. Не всякий регион с этим может похвастаться. Нарезка территориально-административная многих регионов менялась за историю многократно. Все сложности понимают. Но мне кажется, вот изучение Крыма, которое мы наблюдаем сейчас, должно быть стать стимулом для того, чтобы мы в разных уголках России более подробно, более внимательно изучали региональную историю, в том числе и в контексте более значимых, так сказать, общероссийских, а иногда и глобальных событий. Мы к десятилетию Крыма сделали второе, дополненное уже издание книги «Крым. Страница истории с древнейших времен до наших дней». Я вот могу показать, она получилась достаточно солидная, тяжелая. Вот такая вот. Значит, это история Крыма действительно с древнейших времен до наших дней. То есть мы... Ой, а у меня не работает кликер. Можно его как-то? Или я должен включить его? Нет, вроде. А, вот. Мы сделали эту книгу, начав ее с расселения народа в древнейший период по Крымскому полуострову и заканчивая уже анализом той ситуации, которая складывается в современном мире спустя 10 лет после начала Крымской войны. Нам отрадно, что обращение к читателям этой книги направили президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и святейший патриарх Кирилл. Мне кажется, это вот тот правильный подход, когда история Крыма рассматривается сразу с нескольких точек зрения, с позиции государства, с позиции церкви, потому что Крым и с той, и с другой, и со многих других точек зрения, конечно, это такой уникальный регион. У нас 15 глав. Первая глава посвящена самому древнему периоду истории Крыма, вторая – крещению Руси, третья глава – вот то, о чем говорил Сергей Павлович, это Крымское ханство и его отношения с соседями. Четвертая глава касается Екатеринского присоединения Крыма, далее – освоение Крыма, совершенно неизвестная страница, ну, малоизвестная, скажем, потому что есть такой стереотип, что Крым сразу оказался с пансионатами, домами отдыха, с инфраструктурой и всем прочим. На самом деле, конечно, XIX век – это время освоения Крыма, и это очень непростая, такая тяжелая хозяйственная деятельность, которая растянулась на целое поколение, была прервана Крымской войной и возобновилась во многом благодаря тому, что Крым стал любимым местом проведения отдыха царской семьи, за которой потянулись потом все остальные чиновники, бизнесмены, идеи культуры, как мы знаем, это стало модным местом, и в этой моде Крым обязан своему возрождению и строительству железной дороги, кстати говоря, и так далее. В смутное время гражданская война, эксперименты советской власти по коренизации Крыма, это отдельный раздел нашей книги, Великая Отечественная война и Ялтинская конференция, конечно, отдельно, потому что Крым в XX веке стал в центре мировой истории, фактически мы никуда не денемся от того, что послевоенную конструкцию мира создали лидеры Большой Тройки в Ялте, и Ялта таким образом некий каркас международных отношений, который в каких-то своих неразрушившихся фрагментах там в виде организации объединенных наций существует и сейчас. Отдельный раздел, естественно, события 1954 года передачи Крым Украинской СССР, и последние три главы это Крым в Брежневский период, такой благостный период, эпоха распада, история про то, как Крым был забыт Беловежской пуще, фактически, и о том, как, ну, я считаю, усилиями адмирала Касатонова удалось отстоять Севастополь и Черноморский флот для России. Ну, и последняя глава касается возвращения Крыма в родную гавань, естественно, это уже современность наша, которую мы все садили. Вот только часть наших авторов и присутствуют здесь Академия Карпов и Адмирал Касатонов, Федор Лукьянов, Андрей Кондрашов, гендиректор ТАСС, Алексей Исаев, Вячеслав Никонов, Алексей Пушков, историки Сергей Перевезенцев, крымские историки Александр Абабин и Андрей Мальгин, Александр Герцен и так далее, и так далее, и так далее. Наши лицензенты, достаточно уважаемые в науке, люди Алексей Лукков, ректор МПГУ и Юрий Петров, директор Института российской истории. Мы сделали эту книгу при поддержке Транснефти, которая нас поддерживает в таких начинаниях, поэтому я не могу это тоже не упомянуть в этом кругу, но кликер уже не хочет. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Блестящее. И вот оценки, и то, что вы делаете, тут, конечно, есть нам, мы тоже с удовольствием с нашим журналом посотрудничаем, и ваши... А теперь я хочу передать слово тоже нашему любимому и драгоценному автору, Елене Валентиновне Линьковой, профессору кафедры истории России Университета Дружбы Народов. Хочу сказать еще, что вот эта очаровательная, хрупкая профессор еще постоянно ездит на фронт. героиня, вот, и представляет собой ту часть вот педагогического, академического и преподавательского, и студенческого, конечно, потому что ее-то уж ученики таких же взглядов, которая делает честь нашим вузам, а не ту часть, которая в некоторых вузах иногда там заставляет нас краснеть. Спасибо большое, да, на самом деле, мне кажется, это сейчас очень важное направление работы именно преподавателей, поддерживать наших бойцов, в том числе, которые находятся в Крыму и в Севастополе, потому что вот как и раньше, в XIX веке, офицеры, матросы тех наших частей, которые были расположены в Крыму и Севастополе, в общем-то, они были примером для всей страны, я могу с совершенно уверенностью сказать, что сейчас то же самое. Те ребята, которые стоят на страже Крыма, это, ну, я считаю, настоящие герои, они выполняют с честью те задачи, тяжелые, которые на них сейчас возложены. Вот, ну, а я хотела бы вернуться как раз к Крымской войне, мы сегодня много уже о ней говорили, и вот как раз тоже здесь очень много интересных параллелей середины XIX века с современной ситуацией, и в большей степени я бы хотела остановиться как раз на вопросах, связанных с тем, как воспринимались события середины XIX века в российском общественном сознании, собственно, как Крымская война влияла на формирование нашего общественного мнения, общественного сознания отдельных направлений российской общественной мысли. Ну, в большей степени, наверное, Крымская война повлияла на формирование либерального развития, наверное, да, либерального консервативного крыла, вот в этих дискуссиях о причинах Крымской войны, собственно, о результатах, исторических итогах Крымской войны как раз во многом и происходила такая кристаллизация взглядов российских либералов и консерваторов. Вот. И вообще мне хотелось бы сказать, что как никогда сейчас, наверное, события середины XIX века, они являются очень актуальными. Потому что все те мысли, все те идеи, которые высказывались тогда, ну, во многом они повторяются и в современной обстановке. Мы вновь, как и в середине XIX века, оказались вот в таком состоянии масштабного противостояния со странами, как мы сейчас их называем, коллективного Запада. Вот. Поэтому параллелей достаточно много. И вот прям, можно сказать, дни сегодняшние, они дают еще больше таких параллелей в связи с тем, что мы знаем, что Франция сейчас объявила, да, о своей готовности, решимости воевать против нашей страны. Мы уже слышали высказывание Макрона о том, что французские войска будут стоять в Одессе. В общем-то, история повторяется, и сейчас вот такие аналогии, конечно, очень-очень сильно напрашиваются. Ну, что касается Крымской войны, ее восприятие в российском общественном мнении, то я бы, наверное, выделила три основных аспекта, которые мы можем встретить в письмах, произведениях, в публицистических произведениях, в заметках наших мыслителей. Итак, три аспекта. Это следующее. Во-первых, Крымская война воспринимается, и ей даются оценки с точки зрения вообще противостояния, исторического противостояния между Россией и странами Запада. И вот эта тема, она такой красной нитью проходит по тем произведениям, которые были написаны в середине второй половины XIX века и посвящены крымским событиям. Вторая тема, это тема, связанная с тем, что Крымская война, в общем-то, давала такую надежду на решение исторических, геополитических задач нашей страны. Опять же, параллели напрашиваются сами собой, потому что мы понимаем, что сейчас мы тоже обсуждаем это историческое противостояние с Западом, плюс, естественно, у нас есть определенные надежды на то, что наши внешнеполитические задачи, которые были поставлены еще в начале 2000-х, 2010-х годов, они будут разрешены таким образом в этой борьбе, в этом споре со странами коллективного Запада. Ну и третий аспект, это влияние войны, собственно, на ту внутреннюю ситуацию в стране. Мне кажется, здесь тоже очень много аналогий. Почему? Потому что наши мыслители в середине XIX века воспринимали войну как некий новый этап при всех жертвах, при всех материальных потерях, естественно. Все равно война воспринималась как некий такой новый этап, новый период, который дает толчок развитию страны. И вот эти термины, которые мы используем сейчас, например, термины связаны с тем, что благодаря крымским событиям, благодаря событиям, связанным со специальной военной операцией, происходит такое очищение страны, кристаллизации ее исторического пути и так далее, вот эти же термины имели место быть и вообще, можно сказать, они появились, зародились именно в середине XIX века. Ну и теперь немножко поподробнее о вот этих трех основных аспектах, которые мы можем увидеть в эпистолярном наследии наших мыслителей. Первый аспект это аспекты связанные с противостоянием. Вообще, если мы почитаем консервативную публицистику этого периода, то бросается в глаза один тезис очень интересный. Это тезис о том, что война со странами Запада, она, в общем-то, не заканчивалась, она переходит от одной фазы к другой, и в частности наши консервативные мыслители говорили, что война не закончилась в 1812-1814 году, от Наполеона мы плавно перешли к борьбе с революцией, а далее к восточному вопросу, ну и, соответственно, к Крымской войне. И причем причины и Крымской войны, они как раз укладываются вот в эту общую конву противоречий со странами Западного мира, ну и, собственно, Крымская война это лишь новый виток войны и в такой горячей, да, в горячем и в проявлении и войны идеологической, войны информационной. Это новый виток русофобии, в отношении нашей страны, виток этого явления в Европе и мы дальше продолжаем собственно с ним бороться. Вот, ну еще интересные мысли вот тоже в свете сегодняшних событий, это мысли, которые были высказаны в 54-м году князем Вяземским, который в связи с уступлением в войну Франции говорил о том, что, в общем-то, история абсолютно повторяется и, я процитирую, русскому народу вновь предстоит очистить французский престол от засевшей на нем саранчи, которая в безумном озлоблении пихает племянника, ну то есть Наполеона III на Россию. И вот в этой войне, в этом противоборстве с французами есть некое предзнаменование, некая будущая слава России, которая базируется на прошедшей истории. Естественно, все прекрасно понимали, что основные цели этой войны со стороны западных государств, они связаны не просто с тем, что анонсировано помочь якобы Турции и так далее, понятно, что основные цели были куда более широкими, и потом эти цели были изложены в частности в четырех пунктах австрийского императора, очень жестких пунктах по отношению к нашей стране, мы уже об этом говорили, вытеснить Россию из Кавказа, Прибалтика, собственно, до Уральских гор, фактически вытеснить страну и серьезным образом ее ослабить. Ну и более того, конечно, самая главная такая тема для западных стран, она заключалась в том, чтобы ни в коей мере не допустить усиления России на Ближнем Востоке. В 1853 году Михаил Петрович Погодин, известный наш историк, общественно-политический деятель, он говорил о том, что логика западного мира, она абсолютно двулична, и, конечно, все предложения, они абсолютно неконструктивны. В частности, он писал о том, что эту логику можно перевести на простой язык, что предлагают нам союзники, англичане и французы. «Помиритесь с турками», говорят они о России. «Вот вам примирительная нота, нами сообща сочиненная. Примите ее, но с тем условием, чтобы вы не толковали ее статей в свою пользу, а только во вред себе. Или воюйте с турками, проливайте свою кровь, источайте свои силы, побеждайте, но с тем условием, чтобы после победы вы отказались от своих выгод, не только настоящих, но и прошедших от выгод, полученных вашими предками, и предоставили решение нам. А мы устроим все ваши дела как можно более полезнее для себя, а не для вас». Конечно, это безграничная лицемерия французской, британской дипломатии по отношению к России, особенно в тех условиях, когда как раз происходит формирование, развитие английского, британского колониализма, и, собственно, эти страны фактически лишают Россию возможности реализовывать свои национальные геополитические интересы. Что касается вот этих противоречий между Россией и Западом, в общем-то, они, наших мыслителей, не вызывали никакого удивления. Мы сказали, что Николай I был не готов к позиции Британии, конечно, возможно, рассчитывал на поддержку со стороны австрийского императора и так далее, но для большинства российских общественно-политических деятелей ничего неожиданного в таком единении Запада против России ничего неожиданного не было, потому что Запад уже показывал примеры таких союзов и страны с самыми разными традициями, с самыми разными политическими устоями и так далее. Они находили возможность объединиться, если речь шла о том, чтобы ограничить Россию, бороться с ней на самых разных фронтах. Еще одна тема, о которой мы уже сказали, это тема, связанная непосредственно с этими изменениями, которые может повлечь за собой война, ну и, собственно, эти изменения, которые ожидались в российском обществе. Нужно сказать, что об этом многие наши мыслители писали, и, в частности, конечно, наши консервативные общественно-политические деятели и Аксаков, и Кошелев, и Федор Иванович Тютчев, они говорили о том, что, да, война при всех таких отрицательных аспектах, война, она всегда несет в себе разрушительный аспект, многочисленные человеческие жертвы, но при этом война иногда обладает, ну, таким вот благостным началом, да, потому что она дает возможность понять все слабые стороны в государстве, преодолеть вот эти вот слабости и дальше развиваться абсолютно в новом русле, учитывая, да, вот этот весь негативный опыт. Поэтому здесь вот мы можем сказать, что не только наши либеральные деятели рассматривали, ну, вот, не знаю, слово поражение, да, здесь, наверное, мы не будем использовать, но некое ослабление нашей страны после Крымской войны как нечто позитивное, да, как то, что подтолкнуло потом к реформам 60-х годов. Ну, и наши консервативные мыслители, в общем-то, говорили о том, что война показала слабые стороны России, очистила наше общество, показала, кто является нашими истинными врагами, лишила нас абсолютно всяких иллюзий, ну, и, соответственно, помогла выработать национально ориентированный курс внешней политики, который, по мысли наших консерваторов, был России так нужен, потому что, конечно, курс Карла Васильевича Ниссельрода, да, больше такой проавстрийский, промонархический курс, конечно, он подвергался большой критике, главным образом, именно со стороны российских консерваторов. Вот, ну, и, соответственно, мы можем сказать, что вообще размышления о войне, как вот сейчас, так это и было в середине девятнадцатого века, размышления вокруг всей этой военной тематики, итогов войны и так далее, это своего рода призма, через которую мы можем увидеть проявление отношений общественно-политических деятелей в целом к правительственному курсу, курсу как во внутренней, так и внешней политике. Война всегда дает почву для дискуссий, она подкрепляет или развенчивает какие-то ожидания, вопросы, которые ставились перед обществом и которые в мирное время не являются столь острыми и столь дискуссионными. Вот, так же, как и во время Крымской войны, да, вот эти дискуссии были очень оживленными, так же будет это потом и во время русско-турецкой войны 1877-1878 года. То есть войны во многом в нашем общественном сознании будут восприниматься именно как возможность, во-первых, реализовать свои исторически сложившиеся задачи, а потом как такой мощный толчок для развития государства в целом в самых разных его аспектах. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Елена Валентиновна. Ну, и мы наконец переходим или, может быть, возвращаемся к современным аспектам нашего воссоединения Крыма с Россией, к современности. И я предоставляю слово Александру Юрьевичу Полунову, заведующему кафедрой межэтнических и межконфессиональных отношений к факультету государственного управления МГУ, профессору, доктору исторических наук. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Тема моего выступления «Деятельность общественных организаций общественное мнение Крыма о государственном статусе полуострова после распада СССР». Безусловно, изменение государственного статуса полуострова в 2014 году, возвращение Крыма в Россию явилось важнейшей вехой новейшей истории нашей страны и всего мира. Также, безусловно, что это крупнейшее событие было тесным образом связано с политическими событиями того времени так называемым Евромайданом, свержением законно избранного президента Януковича государственным переворотом на Украине. Но также, безусловно, что это событие было подготовлено давним развитием общественного самосознания Крыму, тенденциями политической истории Крыма. И вот об этом я хотел бы сказать, обращаясь к истории полуострова в постсоветский период. Говоря о восприятии общественным мнением Крыма государственного статуса полуострова, необходимо сказать, что основные базовые моменты, параметры этого восприятия, они отчетливо выяснились уже в конце советской эпохи, в период перестройки, когда в январе 1991 года в Крыму, как известно, был проведен референдум, где абсолютное большинство высказалось за восстановление Крыма в качестве автономной республики и вхождение его в состав СССР именно в этом качестве. Как известно, Советский Союз вскоре распался, это стало невыполнимым, и Крым превратился в автономную уже в составе Украины, но 1992 год принятие Конституции, 1994 год избрания президентом Крыма на выборах известного общественного деятеля пророссийской направленности Юрия Мешкова, все это говорило о том, что истинное содержание представления государственного статуса Крыма среди крымчан, оно ни для кого не является секретом. Да, впоследствии после и в результате разного рода махинаций украинскому руководству удалось добиться смещения Мешкова изменения Конституции Республики Крым, но тем не менее по большому счету базовые представления крымского населения, они в результате не изменились. В 2002 году на выборах Верховный Совет Крыма одержали победу депутаты от организации Русской общины Крыма и партии Русский Блок. Спустя четыре года на очередных выборах они укрепили свои позиции. То есть, опять-таки, как я сказал, истинные представления большинства населения Крыма о принадлежности полуострова, они не изменились, но вот те общественные политические деятели, которые выражали это настроение, они, надо сказать, в течение достаточно долгого времени искали пути и способы сохранения Крыма в составе Украины, искали способы, предпринимали попытки найти место для Крыма в составе Украины. Это было связано с рядом факторов, это было связано в первую очередь, на мой взгляд, с тем, что в 90-е годы российское руководство к судьбам Крыма проявляло абсолютное безразличие, и вот эти пророссийские тенденции со стороны крымчан, они просто упирались в тупик или в пустое место. Второй момент, это то, что в 90-е годы все-таки еще была сильна среди всех и в России, и в Крыму вера в то, что постулаты о незыбленности международного права, которые охотно провозглашались европейскими политиками, они действительно что-то значат для европейских политиков, и поэтому представители пророссийских организаций Крыма, они много раз заявляли, что они не против Украины как таковой, но против той политики, которую украинская государство проводит с 1991 года, выдвигались с их стороны различные варианты пути решения проблем, которые позволили бы сохранить Крым в составе Украины, в то же время обеспечив удовлетворение потребностей крымчан с точки зрения сохранения их идентичности, их этнокультурных потребностей, акцент на возможность федерализации Украины, присвоение русскому языку статуса второго государственного, естественно, смягчение или устранение антироссийского вектора в российской внешней политике, включение Крыма, вступление Крыма в таможенный союз, превращение его в субъект союзного договора и так далее, очень широко использовалось деятелями пророссийской ориентации правозащитная риторика и разного рода правозащитные механизмы, то есть обращение в организацию объединенных наций, в Совет Европы, в ОБСЕ, обращение с исками в суды разных инстанций по поводу случаев нарушения тех же этнокультурных прав крымчан, нарушения автономии Крыма, разного рода несогласованных действий сейчас и проведение несогласованных учений НАТО на территории Крыма, что вызывало у крымского населения резкий протест. С течением времени становилось ясно, что подобная тактика ни к каким последствиям не приводит, в первую очередь потому, что со стороны тех организаций, куда обращались крымчане, это не вызывало ни малейшего интереса международной организации, в первую очередь, я имею ввиду, там прочно утвердилась мысль о том, что никаких проблем у русского населения Крыма нет, а когда кто-то заявляет об этих проблемах, это все инспирировано извне, со стороны России, точка зрения, которая, как я сказал, уже была как минимум слабо обоснована, потому что в 90-е годы, да, и в общем-то в начале нулевых годов российское руководство в 90-е годы проявляло открытое пренебрежение потребностями крымчан, но в нулевые годы в начале тоже до этого еще пока как-то не доходили руки, то есть вот этот вариант, этот формат действия не срабатывал, украинское руководство тем временем принимало очень активные усилия по переформатированию сознания, в том числе исторической идентичности населения Крыма, отдельная большая тема, о которой я мог бы рассказать особо, там предпринимались, запускались совершенно массированные масштабные программы по насаждению исторического самосознания абсолютно чуждого крымчанам, которое должно было базироваться на героизации таких абсолютно чуждых Крымов фигур, как Иван Мазепа, Пшухевич, Бандера и другие, культ так называемого Голодомора, насаждение украинского языка, противовес русскому я достаточно хорошо знаю Севастополь, преподавал там в течение 10 лет, каждый год ездил туда с лекциями, сфилиал НГУ в Севастополе, Севастополь тотальный русскоязычный город, 100% вывесок, объявлений, надписей на украинском языке, ни на каком ином языке, кроме украинского не было, это один маленький пример, потому что это проводилось и в области кинопроката, и в области телевидения, и в области образования, конечно, шла неуклонная украинизация, это, естественно, вызывало протест со стороны крымчан, что способствовало нарастанию напряженности. 2008 год стал важной вехой в развитии этих процессов, поскольку в начале этого года западные страны признали независимость самопровозглашенного края Косова, чем ярко показали, что ссылки на незыблемость принципов международного права, якобы ненарушимости территориальной ценности государства, для них имеют сугубо инструментальный характер, носят с их стороны избирательный характер, используются в качестве средства ослабления позиций России на постсоветском пространстве, и отрыва ее от тех кругов, которые ей на постсоветском пространстве сочувствуют, ну и признание независимости Косово, оно, конечно, стало таким камнем, который столкнул лавину на постсоветском пространстве, пошли далеко идущие процессы, которые не могли не затронуть Крым. В августе 2008 года, как известно, президент Грузии Саакашвили, в преддверии неизбежных изменений, попытавшись их предупредить, он попытался восстановить контроль Грузии над Южной Осетии, что вызвало конфликт с Россией, провозглашение независимости Южной Осетии и Абхазии, признание России независимости этих регионов. Крыму это сразу было поддержано, Верховный Совет Крыма абсолютным большинством голосов принял заявление о поддержке народов Абхазии и Южной Осетии в их праве на самоопределение, принял обращение к Верховной Раде Украины в этом духе. Естественно, со стороны украинского руководства в ответ начались массированные меры украинского руководства в то время это руководство так называемого Оранжевого Майдана с 2004 по 2010 год. Власть находилась в руках Ющенко и его приверженцев и ими стали предприниматься. Предпринимались уже давно, но существенно активизировались меры по сближению США и их союзниками по НАТО. В частности, в декабре 2008 года была подписана так называемая Харти стратегического партнерства Украины и США, предполагавшая в частности открытие в Симферополе дипломатического представительства США с очень неясными функциями, но в общем-то с прочитываемой, с предсказуемой целью, что сразу вызвало протест со стороны крымского населения. Крыму соответственно начались акции протеста против попыток проведения здесь совместных военных учений в Украине НАТО, цель которых тоже в общем-то была вполне предсказуемая. Таким образом, в результате событий 2008 года ситуация накалилась до предела и в принципе уже в это время стало очевидно, что вот исправить ситуацию, решить вопрос путем попыток поиска сохранения места Крыма в составе Украины, эти попытки в общем-то по большому счету обречены на провал. Отстранение от власти оранжевой команды и победа на выборах 2010 года президента Януковича позволило несколько сгладить ситуацию. Свержение Януковича в 2014 году естественно обострило ситуацию до предела и сделало неизбежным то решение вопроса, которое имело место на практике и таким образом в 2014 году Крым вернулся в состав России. Ну и завершая свое выступление хотел бы закончить тем с чего я начал, то что возвращение Крыма в состав России было итогом закономерного длительного процесса и те тенденции, на которые опиралось в конечном счете это решение, они в общем-то имеют длительные исторические корни и это решение было логическим завершением всего того, что происходило в предыдущий период. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Коллеги, и завершает работу нашего круглого стола видео выступление Ксении Николаевны Гернет, заместителю директора Ливадийского дворца музея Крым в условиях специальной военной операции. Прошу включить. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю организаторов за возможность принять участие в работе круглого стола Крымские страницы русской истории. С конца февраля 2022 года жизнь граждан России, особенно жителей южных регионов, изменилась существенно. Однако настороженность в обществе витала и перед началом СОО. Я постараюсь поделиться с вами личным опытом и опытом Ливадийского дворца музея, с какими трудностями пришлось и до сих пор приходится сталкиваться нашему учреждению. В середине февраля 2022 года мы традиционно проводили научную конференцию Ятлта 1945 уроки истории. Велась подготовка выставочного проекта с музеем усадьбы Льва Николаевича Толстого Ясная Поляна, где демонстрировались предметы эпохи Великой Отечественной войны, в том числе предметы, поставленные Советскому Союзу в рамках Ленд-Лиза. Накануне открытия нам пришлось сменить формулировку о поставках США в принципе, поскольку с недавних пор понятие Ленд-Лиз стало больше ассоциироваться с военной помощью стран Запада Украины. Также на нашей конференции были участники, которые в Куларах задавали вопросы не боимся ли мы войны и говорили о том, что они сами опасались ехать к нам в Крым, в Ялту из-за возможного внезапного начала боевых действий. Такие вопросы и формулировки нас, крымчан, в тот момент необычайно удивили. 24 февраля 2022 года мы встретили с тревогой, не понимая, что может нас ожидать в дальнейшем. Точно так же мы можем сказать и в отношении наших гостей. С конца февраля и в марте 2022 года у нас были низкие показатели посещаемости. На доковидный высокий уровень мы до сих пор не смогли вернуться. Такие спады мы наблюдали трижды. В начале СВО после взрыва Крымского моста в октябре 2022 года и после диверсии, которая произошла там же в июле 2023 года. Отсутствие авиасообщения также наносит свой урон. Музей в своей работе руководствуется государственным заданием, где одним из основных показателей является количество посетителей. Так вот, стоит отметить, что 2022 и 2023 год в этот период Ливадийский дворец не достиг 100% выполнения, но смог сделать 70-75% нагрузки. Для учреждения культуры Крыма это очень хороший показатель, учитывая, что Ливадийский дворец входит в список самых посещаемых достопримечательностей полуострова. Надеемся, что 2024 год мы проведем с лучшими показателями. С точки зрения местного жителя, хочу отметить, что новогодние рождественские праздники в Ялте знаменовались полным аншлагом. И вот, прошедшее 8 марта точно так же вызвало необычайный ажиотаж по всей Ялте. Крым, конечно, регион с непростой историей, где этнический вопрос всегда требует особого внимания. На нашем полуострове множество представителей разных этносов, в том числе и украинцы, чьи родственники проживают на территории соседнего государства. Новость о начале СВО была ими воспринята трагически, поскольку они понимали незавидное участие своих улейских. Мы, конечно, знаем, что некоторые жители не приняли решение руководства Российской Федерации и покинули пределы нашего государства. Кто-то остался, но по-прежнему не поддерживает специальную военную операцию. Новостные региональные сводки регулярно пестрят заголовками о поимке пособников Киева. Но наш музей не остался в стороне и с 2022 года регулярно собирает гуманитарную помощь и отправляет ее на передовую. Для библиотек Херсонская и Запорожской области Ливадийский дворец передавал печатные здания. В феврале 2024 года в доме барона Фредерикса это здание, которое входит в состав Ливадийского дворца-музея, находится пункт сбора помощи и местные жители приносят необходимые вещи для бойцов, учащихся в ливадийских школах, открытки и пожелания нашим воинам. Взамен музей предоставляет этим активным гражданам сертификаты на бесплатное посещение Ливадийского дворца и его выставок и экспозиции. Сегодня проводится множество аналогий между специальной военной операцией и Великой Отечественной войной. Хочу отметить, что как и в тот период, когда первые трофейные военные выставки были открыты уже в 1942 году, так и сегодня музеи очень быстро отреагировали на вызовы времени. В Ливадийском дворце в парадном вестибюле была организована выставка фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, которая показывает жизнь мирного населения Донецкой Народной Республики и Херсонской области, демонстрирует восстановление жилья, крупных промышленных объектов, духовную жизнь населения. Летом 2023 года Константин Михальчевский побывал на Запорожском направлении на виде полосного ранения. Впоследствии был награжден правительственной премией за заслуги журналистики. И мы тоже решили провести аналогию между Великой Отечественной войной и СВО посредством демонстрации живописных работ из собрания Ливадийского дворца-музея и фотоснимков Михальчевского, сделанных в 2023 году на линии боевого соприкосновения. Эта выставка была открыта в рамках ночной конференции Ялта 1945 уроки истории. И мы предполагаем, что в этом году она также будет проэкспонирована в музее-садьбе Ясная Поляна. Стоит добавить, что некоторые крупные выставочные проекты, которые были запланированы на 2022 год, к сожалению, не были реализованы. Но, несмотря на сложности с логистикой, пребывание в относительной близости с боевыми действиями, музей продолжает полноценно работать. Все мероприятия научного, просветительского характера мы проводим, а некоторые из них появились благодаря нашему желанию поддержать крымских ремесленников. И в сентябре 2022 года мы провели впервые тематическую костюмированную ярмарку в освещенную годовщине окончания строительства Ливадийского дворца. Этот праздник теперь проводится в нашем музее на территории Ливадийского парка регулярно. Но и учитывая вышесказанное, учитывая все сложности, которые существуют на сегодняшний момент, на территории Республики Крым, мы все-таки не перестаем верить в победу, мы поддерживаем наше государство в период специальной военной операции. И, конечно, надеемся, что все закончится благополучно. Я благодарю всех за внимание. Спасибо. Коллеги, ну, наш круглый стол подошел к концу. Еще раз огромное спасибо всем его участникам, особенно тем, кто смог досидеть до конца. Мы сегодня заслушали, правда, очень интересные доклады, которые открывают нам все какие-то новые, может быть, не до конца понятные еще вчера аспекты значения воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Вот Георгий Львович, например, говорил о том, что термин «крымская весна» трансформировался устами президента в «русскую весну». Это действительно так. Это очень правильно. Крым дал, может быть, не начало, но очень мощный стимул собиранию русского мира, восстановлению цивилизационных основ нашей российской государственности. И вот таких аспектов очень много. Они, к сожалению, остались многие из них за пределами нашего внимания. Может быть, вот Михаил Витальевич Ремезов, если бы был, он бы говорил. Вот очень интересный доклад Елены Валентиновны Леньковой. «Значение Крымской войны формировали и национальные общественные мысли России». О значении воссоединения Крыма с Россией и его влияние на формирование общественной мысли России нашего периода, на общественно-политическую ситуацию, на какое-то идеологическое размежевание. А это же очень интересный процесс. Вот буквально два слова, чтобы... Посмотрите, как это повлияло на расстановку политических сил. Если мы вспомним те, что представляла из себя российская оппозиция, например, во время Болотной, лозунги, которые их объединяли «За все хорошее против всего плохого». И вот 2014 год. Крым возвращается в состав России, и надо определяться по поводу этого обстоятельства. И ясно, что пойти сейчас против воли огромного количества народа российского, который приветствует горячо, значит, перейти в разряд сбитых летчиков. Кто-то осмелился, кто-то пошел на это, кто-то стал лавировать. Начало этого процесса было положено в 2014 году. Наша творческая интеллигенция, культурная элита, но их-то в основном волновала другая реакция Запада, что не будет свежих устриц и трюфелей, все это. Но, тем не менее, определяться тоже пришлось. И вот эти процессы, которые, ну, совершенно по-другому пошли после начала специальной военной операции, они, если не начаты были, то, по крайней мере, получили очень мощный стимул в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. На мой взгляд, это абсолютно естественные процессы, необходимые для, ну, если хотите, выздоровления, движения и развития нашего общества, и огромную роль здесь сыграли события 2014 года воссоединения Крыма с Россией, и в этом еще одно значение этого обстоятельства. Еще раз большое спасибо, и в заключение хочу сказать, что мы планируем издание материалов этого круглого стола вместе, как переиздание вот с этой монографией, вот здесь Елена Николаевна Руда, главная ответственная просьба, доработанное выступление сдавать ей для этой публикации, и огромное спасибо российскому историческому обществу, и, конечно, Руслану Григорьевичу Гакуеву, председателю управления РИО, и в заключение выражаю надежду, что у нас впереди еще много совместных мероприятий, которые продолжат наше успешное сотрудничество. Большое спасибо всем. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok